Всем привет, с вами Влад. У нас две команды. Команда Kill Them и команда Riff G. Ну что ж, а сейчас у нас будет первый банк. И пока что за команду Riff G у нас играет Extra, и я люблю Аутиста, Витти, Педиот, Сагоц и Друи. И за команду Kill Them играют Тирилда Уайт, Дон Шофер, Брат Фаника, Люми и Виталя. Ну что ж, а в бан у нас уходит Тайд. Да, Тайдуха опасный так-то тип, которого надо забанить. Ну, сейчас все равно посмотрим, что есть и как оно будет еще первым баном. Давайте, друзья, покажите, на что вы способны. Команда Kill Them в предыдущей катке на Салоте Викинг Кап проиграла все-таки команде. Их там буквально за минут 30 расшатали, и не очень круто получилось по такую связочку. Где был Тайд, ну, естественно, тут сейчас первым пиком у нас ушел Тайд. Наверное, он им стал теперь неприятен. Также уходит Вайпер, уходит Врэйш Кинг и уходит у нас Undying. Ну, первый пик у нас за команду Kill Them. Сейчас, наверное, будет какой-нибудь Огоры, либо Джотиро, если команда будет пикать саппортов. Нет, посмотрите, Варлок. Ну да, в принципе, есть Ультимейк, есть Замедление, есть Хилл, есть Бонс. Все пока что хорошо. Два пика у нас у команды Риф. Будем надеяться, что команда Рифа Джин нам покажет отличную игру. Посмотрим, как команда будет отыгрывать. Придется брать какого-то, наверное, героя, чтобы, наверное, закупили себе диффуза. Вот, Бэйн и Мирана. Ну, уже вот такая связочка есть, Бэйн. Ассон и стрелы, естественно, 5-секундка. Влетает станом в лицо прям, ну, естественно, там уже идет минус. Сейчас можно прям под смоками пойти на Ферст Блад, попробовать сделать. Мирана и Бэйн будут бегать. Будут бегать по лайнам, будут пробовать убивать. Будут карать Миллера. Мирана будет его очень сильно напрягать, кидать ауров. И это может все очень плохо закончиться в начале игры. И с такой связкой команда Рифф уже может выигрывать начало, в принципе. Если Мирана еще соберет котень диффуза против голема Варлока, то это будет еще круче. И Варлок, в принципе, не сможет потом ничего сделать. Потому что не будет Варлоков. И пушить тоже нечем будет. Виномансер. Вот, а два саппорта уже есть, которые будут бегать халповать. Ну, Виномансер может также пойти и на мит и на харду через змейки. Ну, пока что это, пока что саппорт. Теперь, правда, тут не хватает какого-нибудь Магнуса. Который будет врываться, давать РП. И, естественно, пододвигать, где Виномансер уже даст весь свой рассказ с Варлоком. В принципе, если Магнус даст РП, подкатит ко всем Виномансер ультимейн, замедление первым. И Варлок ультимейн еще и по всем раздаст бонс и замедление. То там уже точно никто не уйдет. Еще в каком-нибудь СВНчике бы пикнуть под это все, как в кэри. Это будет уже устрашающий такой пик. Ну, Брэфмастер у нас улетает в бан от команды Kill Them и еще один бан у команды Reef G. Аппарат. Аппарат у нас входит в бан. Ну, я вот не знаю, зачем аппарат в бан. Ну, хотя да, если бы Виномансер пошел бы мид, могли бы взять еще и аппарата. Это тоже было бы очень печально. Ну, вот я заметил то, что команда Kill Them не забанила Сайленсера, который может всю ихнюю связку прервать. И пока что этот Сайленс идет на 3-м уровне без Аганима 6 секунд. С Аганимом 7 секунд. Еще если с рефрешем и Аганимом, то это 14 секунд Сайленс. За эти 14, ну, даже 7 секунд команду развалят. Так что последний бан. Если команда Reef G сейчас берет, банит... Вот, Сала. Ну, Сала все-таки забанили. Да, а хотя бы могли бы себе бы забрать Сайленсера. Он бы им замечательно вкатил. У Варлока, у Виномансера очень мало хп. Так что Сала бы их, естественно, разваливал бы в самом начале. И отличный был бы такой бы. Контрпик. Один бы Сала контрил всех. Ну вот, пацан скутил с Дэм. Я бы взял бы сейчас в данной ситуации Свена. Взял бы Магнуса. И какого-нибудь хардлайнера, типа... Тимбера, может быть. Магнус взрывается, РП подвозит. Варлок, Тимбер. Весь рассказ войдет во всех. Вот появляется Жир. Это у нас Брисалбек. Также Абадон. Абадон у нас, наверное, пойдет на... В хардлайнер. В хардлайн. У флейнера у нас будет. Абадош. Абадоша. Не, ребят. Вы таких двух саппортов взяли. Классных. Он надо было взять. Все-таки лучше, наверное, Магнуса, либо Свена. Абадон будет уходить как Жир. Ну, то, что его гангать будут поначалу, пока он не апнется к ульту, это будет очень плохо. Ну, зато есть Брисалбек, который будет врываться. Как Жир. Гирокоптер. А вот и Кэрри. Появляется Магнус. Все-таки, ребята взяли Магнуса. Ну, а жалко то, что команда Риф все-таки забанила этого самого Сала. Они бы взяли бы его себе бы и... И все, тут нету никакой связки. Команда Риф, вот под этот самый Сайленс, они бы вывозили бы всю их тиммейт. В тимплей. Команда Тилзе просто бы лежала в таверне. Наблюдала бы, как ломаются товара, бараки. Ну, может быть, ребята немного поспешили. Ну вот, Дум уходит в бан. В пятом пике, а мы последний. А Лас Бан у команды Тилзе, который будет, естественно, им это все тоже мешать. Инвойтер. Ну, если бы честно, у команды Риф бы зашел какой-нибудь, может быть, пак с Дрим Койлом. Да, пак бы здесь тоже бы зашел бы. Нет, Кинтер, вы посмотрите. Да, Кинтер, в принципе, тоже хорошо. Он сейчас не будет давать Магнусу фармить на мидле. Также, если он себя нафармит фастиком Аркану, ой, Аркану Трэвала, то Виномайнсер и Варлок будут отдыхать. Кинтер будет гонять Варлока и Виномайнсера, которые, в принципе, ничего не смогут сделать. Также Кинтер хорош, как будет пушить. Будет, Дайдер будет пушить с Трэвалами. Там еще и догоны. И Кинтер, в принципе, хорош. Если сейчас все правильно будет делать, то Кинтер порешает. Еще и отводить, если ему будут Мирана или Бабейн делать. То это вообще замечательно. Ну, здесь главное нафармить диффуза Мирана и убирать Варлоков. Все, одного ультимейта уже нету. Зато есть инвиз Мираны, которые, когда они всегда смогут спокойно заходить на ганг, либо уходить. Ну вот, последний Ласт Пик для команды Тилзэм. 10 секунд остается тайма. Зевс. Врывается Зевс. В принципе, тоже неплохо. Команда может даже и с таким пиком что-либо попробовать сделать. Но я здесь как-то не совсем уверен. Зевс у нас, наверное... Вот, наверное, Магдус теперь пойдет у нас фармить как Кэрри, наверное. Абадон пойдет в хорду. Варлок и Виномайсер будут холповать. И Зевс спит. Естественно, против Тинкера. Вот так вот пока что получается. Давайте сразу, кто на ком играет. На Магдусе у нас играет Тирилл. Брат Фанника играет на Зевсе. Люми играет на Виномайсере. Дон Шофер играет на Варлоке. Виталия играет на Абадоне. Также у нас Я люблю Аутиста играет на Миране. Витипедиот сыграет на Тинкере. Экстра играет на Бенне. Друи играет на Бристалл Бетти. И Готт сыграет на Дирокоптере. Что ж, тактическая пауза от команды. Есть Мати и это Ганг в их лес. Так. Тут, тут. Только обсервы. Команда закупила только обсервы. А, видать, будут сразу. Вот сюда команда ставить обсерв. Сразу будет виден лес команды. Немного. И сразу же спот. А команда заблочит. Давайте сразу же заодно посмотрим. Купили бы здесь центри варды. Чтоб разблочить спот. Нет. Центри вардов нету. И пока что только брат Фаника пошел. На изи-лайн. Трипла, наверное, у нас пойдет на топ. Как я понял. Вместе с Абадоном и Магнус Мит. Все-таки не оправдали мои надежды. Все. И команда разбегается. Хотя можно было выловить Зевса. Который побежал к Т1. Было бы все намного тоже круто. Все. Тинтлер у нас Мит. Пока что непонятно. А Гот сконтрит сейчас руну себе. Все. А эти три чувака будут сейчас пытаться кого-то выцепить. Все. Трипла на бот у нас идет. Бристаллбек у нас пойдет по ходу в Изи-1. А он понимает, что... Команда, точнее, понимает, что у них Трипла пойдет на топ. В принципе, даже правильно. И Зевс у нас 1 соло. Зевс 1 соло. Это, естественно, здесь может даже не потащить. Потому что соло, аров и еще гирокоптер, который с ракетками будет напрягать очень жестоко. Он нанесет огромный сразу же урон. Где Зевс рассыпется, у которого 568 хп. Он минус аров еще снимет достаточно больно хп-150. И раздамажит, естественно, гирокоптер. Еще и будут бить все с руки. Мирана и Бэйн. Ну все. Зевс у нас стоит только под вышкой. Гирокоптер сейчас будет сформить на Изи. Никто ему мешать не будет. И Бристаллбек тоже начинает пока что немножко гонять. Своими шипами. Все. И начинает бить. Отлично. На миде у нас от Интер. Запулили и Роя. Ну вот. Зевса сложновато будет как-нибудь выцепить. Потому что он прям за Т1 стоит. И в принципе поменялись. Пришло ТП Зевсу. Зевс ушел у нас на топ. И Абадон пришел на бот. Также у нас тэпается Виномайсер. Ну вот эта смена позициями тоже сейчас вот может. Неполучение Икспы. Неполучение денег. Сейчас команда себе тоже купит АТП. И уйдет на топ. Уйдет на топ. Бристаллбек уйдет на бот. Каждый раз так меняться. То что не буду давать фарм. Тому самому Зевсу. Которому он так нужен. И Люми у нас пока что стоит на отводиках. Ждет пока Кребы подойдут. Чтобы сагрить и сделать этот самый отводик. Не хватает варда. Два обсерва у Бэйна. Вот один уже поставил. Чекнул руну что она есть. Все посмотрите. Первый сон. Первый сон. Аров. Охо-хо-хо. Как Крип подошел отлично. Бэйн. Что ж. Немножко переагрил на себя Крипа. Крипчик пошел сам произвольно. Подставился. Богатство. Все. Бэйн сейчас у нас будет богатый. Взяв руну. Либо оставив ее Тинтеру. Да. Есть Боттл. Сейчас Тинтер спокойно подойдет. Ее заберет. Но Магнус у нас тоже сейчас пытается. Пробовать фармить. Мид пока Тинтера нет. Который уже возвращается. Десять Крипов. У Тинтера. Ну что ж. А Ферст Блад? Посмотрите. Бэйн сделал Ферст Блад. Я это пропустил. Ну. Уже начинает коцать Абаддона. Которого сейчас тоже. Абаддон может сделать минус 2. Сейчас лопается щиток. Еще и первый стил на отхил. Так что. Здесь все печально. Ох. Как. Сон. Сон. Первый. Первый. Абаддон. Первый. 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 Надо было первой. Здесь отлично Варак справляется. Минус еще и Диракоптер. Так что пока что счет в 2 в 2. Да. Как я так мог Ферст Блад? А упустить. А Витя пока что фармит. Магнусу тут неприятно как-то стоять. Магнус сразу же уходит. А на Б. И. У Бэйна 1000 голда. У Гристаллбека базилка есть. У Зевса пока что вообще ничего нету в закупе. Длинномансер у нас тоже с базилкой. 2 варда. Спот заблочили. Варт на руну поставили. Это не очень круто. Ну и у Варлока. Кстити сейчас придут. А Бадону надо соу-ринг. Появляется уже у Диракоптера Аквила. Есть тапок. В принципе Бристаллбеку отлично стоит с Зевсом 1 на 1. И вот. Отводик. Отводик делает у нас. Виномансер. Сделал уже дабл отвод. Отлично. Может. Прийти. Зафармить. Но здесь. Погибает Варлок. Погибает Варлок. Опять же. Сон. Аров от Мираны. Еще Диракоптер у нас отбросил еще один станчик. Ракетку. И ракетами затыкал. Бэйн взял 262 голда. У Бэйна должно быть уже. Да. Купил себе тапок. Наверное это будут Арканы. И все. Посмотрите. Бэйн спалил. Бэйн спалил дабл стака. Кликнул. Сейчас может спокойно прийти Диракоптер. Зафармить этот самый стак. Естественно. Есть третий. Есть первый. Где он потратит. 140 мп. Но. Все таки стак он заберет. Да. Уже почти есть фазы у Диракоптера. Также на миде ждет. Магнус. Рунку. Которую забирает. Ну вот. Не успел. Не успел. Не успел. Забрать рунку. Уже. Зафокусил ее Магнус. И ТП на бот. Тут замес. Опять же у нас появляется. Надо зажимать. Надо зажимать. ТП. 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 Готс. ТП. Не. Все таки покупает себе фазы. Ну и понеслась драка. Посмотрите. Веник первый. Веник погибает. Магнус закатывает. Магнус РП. Магнус. Магнус. Минус Диракоптер. Все. И дальше не пошли за Мирана. И не пошли за Бэйном. В принципе зачем за вышку врываться. Тут и подходит еще Кинтер. Кинтер, который почти добивает Варлока. Не. Это уже немножко печальновато. Получается, что он отъилился. Тысячу голда у нас у Тинтера. Так что Тинтер идет дальше фармить. На свои Тревелай. Тысячу голда остается. К минуте. Может быть. К девятой у Тинтера уже появится. Тревелай. Где он будет летать и бегать. Бить лица. Двадцать три крипа у нас у Зевса. Тридцать три крипа у нас у Кинтера. Лучше всех. А пока что фармит на этой карте. Из всех. Зевсу тоже как-то тут неприятно стоять. Уже с Арканами. Базилка тапок у Бристалл Бэка. Пагнус походу себе тоже фармит на Дайвер. Но у него пока что даже не присутствует сапога. Тинтер свободный. Сейчас не будет поддавать. Подходить крипам. Ну уже на боте. На боте у нас. А пока что у Дирокоптера все тоже отлично. Четвертый и третий левел. Саппорт им. Бэнг бы с Мираной уже... Вот. Вот про что я и говорю. Посмотрите. Бэн с Мираной идут гангать мид. Все. Спалил Бэнг. Нужен Аров. Отлично. И Миранка. Все. Летит Аров. Все. Надо бить. Оставят естественно Тинтеру. Да. Тинтер забирает. У Тинтера появляется. На восьмой минуте Тревала. Они уже летят к нему. Так что. Все отлично. Все сделали отлично. Команда Рив Джи сыграла великолепно. И вроде по пику так хорошо получилось. То что сразу два пика Бэн и Мирана. Которые. Вот эти вот. Два самых неприятных героя. Вот этой вот. Самой связки. Которые они могут легко. Пойти гангать на любой лайн. И делать минусы. Которые вы сами понимаете. Все это будет очень великолепно. Так что здесь. Все отлично. Ну брат Фанника. Посмотрите. Пришел с топа на ТП. И разобрал Гирокоптер. А также у нас. Умер. Умер. В размен Винник. И. У нас. Отлично. Вот. 376 голда. Берет у нас Зевс. Все печально. Ну здесь надо было сбить варды. Ребята все. Ох. Как по троим зашло РП. Минус 3. Минус 3. Зевс еще ультанул. Зевс сделал. Трей полкил. Витя Зевс. Отлично. В принципе по счету догнали. Счет 7-7. Ну Тинтер. Тинтер пушит. И Тинтера будет сложно кому-нибудь. Вообще. Убить. Потому что его никто не гонгает. Его пока что никто не убивает. Это самое печальное. Тинтер 51 крип. Дирокоптер у нас уходит в Изи. Уже есть маска. Надо апнуть ультимейты с саппортом. Мирана сейчас тоже ультимейт апнет. Где у нас Мирана с Бэйном пока что. Бэйн у нас на боте. Также и Миранка тоже. Появляется у Бэйна Арканы. Если Мирана собирает диффуза. Это ГГ. Команда КТА может проиграть. Причем легко. Но вот после последнего замеса. Где Магнус дает в троих РП. И Зевс сделает трипл килл. Взяв себе уже Пойнт Бустер. Где остается на фарме 2800 голда. 2800 голды. Чтобы было гоним. Там будет вообще. Там будет. Всыпаться мясо. Все. Мид сейчас естественно уже спушат. Остается всего лишь 93 хэла. И надо пушить. Надо пушить. Надо законтрить. Не дать Варлку это сделать. И Глиф. Глиф прожимает. Вы посмотрите. Опять врывает СРП. РП только в одного Зевс ульту. Ну что ж. Минус. Минус два. Кинг и Ребэйн у нас отдыхают. Вышку сейчас законтрят. Отдали вышку. Просто вышку зафокусили. Зато погиб один Варлок. А Саппорт вразмен. А на Саппорт Эмитера это не очень. И хорошо. Ну. Ристалбек себе фармит Ана Вангуард. Уже есть кольцо. Тинтер с траволами сейчас выфармит очень быстро. Ему еще и показали трипл стак. Где он должен. Должен его забрать. Все. Да. Он еще и забирает. И этих самых стаков. Все. Отлично. Все. Отлично. Он должен забрать ультимейт. Ультимейт. От Варлока. И забрали двоих. Забрали двоих. Тинтер и опять Бэйна. Тут еще и Бристалбек страдает. Ультимейт поражался. У Абадона. Естественно тут замедление. И Бристалбек у нас тоже падает. Его фокусят. Троих разбирают. Опять же на одного Магнуса. Зевс получает 760 голда. У Зевса уже 7.0. 1500 на руках. Блин вообще просто так стоит. Вот появляется уже у нашего Дирокоптера Доминатор. Осталось только закупить. Да он уже закупил кстати. Уже принесла Кура. Ну здесь непонятно какая команда может выиграть. В принципе силы равны. Ну здесь есть Магнус который зарешает. Который все отлично делает. Еще и плюс Зевса у которого 7.0. Они его фармят. Просто братва Фанника. У него почти скоро сейчас будет Аганим. С Аганимом будет очень больно. Потом Зевс соберет естественно рефреш. Там будет пустим мясо сыпаться с команды. Так что это не очень круто. 59 хп у Мирана. Бейн у нас не в замесе. Опять же у нас вылетает Магнус и пауза. Пауза. Все. Магнус у нас заходит. Ждут. Ждут пока. Напишут Джим. Все. Снимает паузу. Ну Магнус. Магнус. Вот самое такое. Что когда врывается один. И еще и вылетает. Приходится уходить обратно. Это не самое крутое. Что хотелось бы видеть. Ну Магнусу осталось всего лишь нафармить. Тоже совсем немного. Буквально. Тысячу голда. Немного. Тысячу голда. Чтобы появился. Дайлер. Ну здесь уже два отвода есть. И ты ждешь чтобы сделать. А нет. Не ждешь чтобы сделать еще один отвод. Начинает убивать. Отлично. Ну и все. Улетает на респаун. Так. Кстати тут естественно сейчас зафармятся. А нет. Посмотрите. Все. Одного добило. Тысяча семьсот уже есть. У Тинтера хорошее начало. Дирокоптер два три. У Тинтера два два. По счету может быть и нехорошо. Ну. У Друи. У нас уже есть Вангуар. Рунка. Магнус. Магнус по прежнему фармит. Тысяча пятьсот голды на руках. Так. Ну. Почему-то просто не сделал стак. Надо было просто подождать сделать стак. Все. Тинтер фармит лес. Через двести голда появится тот самый дайдер. Будет уже летать и в принципе будет пуш идти. Ну вот Бэйн у нас походу встал в УФК. Бэйн не шевелится. А Безмирану он... Бэйн Безмирану не хочет почему-то врываться. Тут вот дабл стати себе делает Дирокоптер. Со своим Доминатором. Три стака уже есть. Себе как раз будет фармить. Есть уже чем отхилиться. Так что... Флакан он прокачан на четыре раза. И может спокойно идти брать эти самые стаки. То сразу же по БКБ первым итемом 300 голдая будет мультихаммер. Если... Если я не ошибаюсь. Ну и там один рецепт останется. Да. Все. Вот еще один стак. Ребята начинают делать. Нет. Стак не сделался. Стак не сделался. Это очень печально. Дирокоптер сейчас пойдет... Ну почему он не идет забирать? А мне интересно. Сейчас наверное пойдет. Пойдет забирать стак. Пока что у нас на медиа. Вот ребята ходят. Ждут. 500 голды остается Фаннику. Брату Фаннику. Чтобы уже был у него. Аганим. Дирокоптер фармит. Дирокоптер отлично. Есть отхил. Забирает. Еще фарм. Который себе сделал. Ну сейчас бы ему бы еще бы этот бы сделать. Еще бы один отводик как раз. Догадается нет. Я вот не знаю. Нет. Отводика не получилось. Хитамок еще сделать отвод и еще зафармить один стак. 900 голда нафармил. С трех стаков. Посмотрите. Зевс врывается. Ох. Миранка отдыхает. Тут сразу же Бэйн. Которого надо забирать. Все. Минус Бэйн. И естественно. Друи у нас тоже отправляется в таверну. Тинкер. Вместе. С Дирокоптером просто уходят. Все. Сейчас наверное будет стрелами просто затидывать. Вот. Последний. Последний. Давай. 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 Стрела. Надо в него. Надо в него. Надо в него. Хотя нет. Улетел. Улетел Тинкер. А тут стоит обсерв. Да. Стоит обсерв. А в принципе. Его видно. О. Вот это. Победитель по жизни. Вы посмотрите. И сразу же поднимает руму. И очень печалька. Все. Команду убирает Тинкер. И опять же. Фарм леса. Тысяча голда на руках. Бэйн у нас с арканами. Ну и тут. В пайпу наверное. Бристалбэк будет уходить сейчас. Дирокоптер по прежнему фармит. У него есть БКБ. Вот. Уже летит со свиток. Ну а Тинкер. Просто пушит. Появляется аганим у нас у Зевса. Есть БКБ у Абадона. С фазами. Тут скоро будет Мека. У Варлока. Остается 400 голда. У Виномансера Аркана Аквила. И вот. Вот эти самые смоки. Нет. Правда ультимейта у Варлока. Вот это самое печальное. И РП только будет через 10 секунд. Ребята решили пойти обойти. Все. Ультимейт. Увидел. Да. 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 Увидел. Увидел ваш что там есть. И их сейчас самих же встретят. Отлично. Сон. Снял сон. И ультимейт. Посмотрите. Разультился Зевс. И ультимейт на Веника. Который не может ультануть. Сразу же его принимает. 2 в 1. Пока что ситуация размена. Нарезает об аддона. Об аддона сразу же начинает бить. Минус. Еще у нас. Минус 5. В одну Миранку минус 5. Отлично. Команда затащила. 2 300 голды. Поднимает команда. 5 тысяч опыта. Тысячу голды у нас берет Кинкер. В принципе на одну Мирану в размен это великолепно. Команда сыграла замечательно. Вард который стоял на хайграунде. Еще гирокоптер который фармил. И вот здесь вот прям увидели. Что идут игроки. Сразу же ультимейт от Мираны. И Бейн который законтрил Веномайстера. Который не разультился. Не дал жесткого замедления. Какого-нибудь. В принципе все сыграно идеально. Тут же опять у нас. Сейчас будут делать отводы. Гирокоптер себе будет делать стаки. Не что-то гирокоптер протупил сейчас со стаком. А видать. Делал себе стак. На. В лесу. И пропустил этот самый момент. Так. Ну. У Зевса. Вот появляется. Дем. У Зевса гоним. А мне интересно что вообще есть у Тинтера. Тинтер фармит. 3-300 на руках. Тинтер отлично фармит леса. Вы фармливает его просто хорошо. 3-700. Из-за реалн. Из-за реалн. Видать. Будет собирать. А нет. Посмотрите. Покупает. Дагон первого левела. Немножечко не хватает сразу же на дагон второго левела. Буквально. Каких-то. 30 голда. И уходит на бот. Выфармливает. Толкать лайн. Квышки. У которой остается. Остается. 367 хп. Надо толкать. Ох. Дагон. Забыл купить второго левела. Ну что ж такое. Сразу пошел на мид еще. И тут раскинул. Ну. Ультимейт Мираны. Ультимейт Мираны. Надо сразу кого-нибудь зафокусить. Надо Зевса. Надо Зевса первого зафокусить. Чтобы не разультирался. Ультимейт Зевса сразу же принимает его. Зевс падает. Зевс сразу же упал. Здесь еще и Абадон врывается. Сразу ультимейт. Ну же. Ну же. Бэйн. Сконтролил. Магнуса. Все. Опять же. Минус 4. Остается последний. Это Магнус. И тут Дирокоптер должен его забожить. Уже. Ракетка летит. В принципе он сейчас умрет. Ему даже не поможет. А Блинк Дайдер. Это минус Дем. Все. Прям под респаум принес Дем. 1692 голды. Берет команда опять же. И 4200 опыта. Вот опять же. Минус 5 у команды. У Дирокоптера закуп уже должен быть нормальный. Да. Он фармит сразу себе на Баттерфляе. Уже появляется первый ИТ. Все пока что идет очень даже хорошо. У Зевса. Что и есть у Зевса. У Зевса по прежнему сборка не улучшилась. Аквила у Виномансера. Ну Варлок фармит. Фармит все на свою же Мекку. До которой остается всего лишь один Крип. 50 голды. Виномансера тут уже начинают пробовать забирать. Минус Аров, которая полетела мимо. И вся команда сразу же идет. Дирокоптер еще из ДД выфармивает. Вы посмотрите. Все. У него отлично. 1500 голды на руках. Тинтер тоже у нас фармит. Мне интересно, а что сейчас собирает Тинтер? Тинтер сейчас, наверное, может собрать, кстати, Линдзен Сферу. Потому что есть такой Зевс, который сильно по нему бьет. Ну хотя Линдзен Сферу тут не вариант как бы собирать. Потому что... Вот против кого собирать Линдзен Сферу, в принципе? А, против Хилки Варлока. Против Зевса, который может ее сразу же сбить. Не, я не вижу смысла собирать Линдзен Сферу. Как бы от одного ультимейта. Наверное, это будет что-то другое. Это будет, к примеру, может быть какой-нибудь Хекс. Собирает Тинтер. Ну, бот-то уже тоже спушили. Мека появляется у Варлока. Магнус с Блинком. Есть РП. Да, Худ уже есть. Худ есть у нас. А у Бристалбека надо только нафармить Пайпу. Если будет Пайпа, то Зевс тут ничего уже не сделает. Тут уже скоро Баттерфляя у Гирокоптера. Тем более, он 17 уровень. 180 крипов Гирокоптер нафармил. Вообще, лучший крипстат в данной ситуации. Потом идет у нас 164 крипа. Это у Тинтера, который летает по лайнам. Еще и успевает фармить при этом лес. Все замечательно. Зато у нас Магнус 11 левела. У него 53 крипа на 26 минуте. Абадон 100 крипов. Так, мне интересно, что сейчас фармит Абадон. Вот, принимает 3 на 3. Посмотрите, ультимейт. Вот это может хорошо, плохо. Все кончится. Остается один Бристалбек. Тут же подлетает еще и Тинтера. Начинает свой давать проказ. Ультимейт от Гирокоптера. И, ну же, ну же. Должен быть замечательный замес. Гирокоптер у нас почти минусанули. Ох, Гирокоптер падает 3 в 3. Пока что у нас разменная ситуация. И Варлок. Варлок у нас упал. Остается один. Это Абадон, которого надо принимать. Дем, 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 дем. Некуда положить. Нужен Тинтер, который... Ох, ох. Тинтер идет на помощь, как Чипа Дейл. Ну и все. Развели. Развели у нас Абадона. Это опять же минус 5. 5 в 3. Бэйн, Мирана и Гирокоптер у нас упали. 6200 опыта, 1400 золота. Так, по графикам у нас. Команда Reef G очень далеко ушла. В целых 13 тысяч голды. И по опыту здесь тоже очень все плохо. А в 15 тысяч опыта. Это очень, очень много. Есть уже Пайпау у Бристалбека. И появляется Баттерфляй. У Гирокоптера также 2 400 у нашего Тинтера. Который уже фармит не только свой лес, но фармит еще и чужой. Он везде фармит. Он не дает фарму команде. Команде КТ. Он выфармливает все. Абадон, который уже собирает себе террасу. Мистик Став уже у Тинтера в принципе есть. Если он собирает именно Хиксу. То это круто. Да, вот про что я говорю. Мирана собирает фазы. Ой, фазы. Извиняюсь. Диффуза. Один Блэйд уже есть. 500 голда на руках. Бристалбек также фармит лес. Будет собирать Мекку. Гирокоптер у нас под Инвизом. Ходит. Уже одного чекнул Гирокоптера. Тут же стоит еще двое. Как бы он только с Матибы не чекнул. Магнус балуется РП. Как бы он его бы еще выбрал. То не будет, естественно, в замесе. Кримсон Гуард появляется еще. У Бристалбека, который собрал через Ван Гуард. Нынче так пока что друзья стоят. Сбивают Вардити. Вот. Все. Все. Сейчас будет экшен. Сразу же ультимейт. Нежданчиком. У брата Фаника. Брат Фаника падает. Не успеет прожимать ультимейт. Виновансер Зевс упали. Магнус у нас выкупился. И Абадоша. Абадоша сейчас, который тоже упадет так же. И хотят еще и Варлока минусануть. Ну, Варлок они и одни заберут. Абадон-то гоняет. Посмотрите, гоняет и забирает. Это, опять же, минус 5 у нас Магнус. Который не смог дать РП Зевсам. Еще и байбэкнулся. 2 400 голды. 5 400. 5 400 опыта берет команда. И Т2 падает. Команда сносит Т2. Вот, Дэмон-Энджи еще покупает. У нас Дирокоптер, который сейчас будет фармить МКБ. Он и так, в принципе, бьет сильно. И больно. Но, лица будут сильно падать. Вот, на хайграунд у нас появляется Вардка. Вот теперь уже будет даже интересней. Хотя и так уже интересно. Интерес зашкаливает этой игры, где команда Рив-Джи. Я их, правда, ни разу еще не комментировал. А показали вот тоже такую достойную игру. Ох, РП в троих. И двигай, двигай, двигай. Ультимейт от Зевса. Пайпа, ультимейт от Дирокоптера. Ну и сразу же ложится у нас и Варлок, и Зевс. В одну Мирану. В одну Мирану, друзья. Есть Хиггса. Все. Веник у нас упал. Я не понимаю, зачем Веник пошел. Есть Хиггса. Один пошел. Почему один именно? Бристалбек сейчас заберет. Заберет Абадона. Ох, как он его отсейвил. Как отлично отсейвил Магнуса Абадона. Все. Байбеков нету. Да, байбеков нету. 3 в 5. Можно спокойно нести Тауэр. Т3. Тут почти диффуза появляется у Мирана. Магнус еще у нас падает. И один Абадон. Абадон под Хиггсой. О, Абадон откатился ультимейт. Сразу же замедление. Как Бристалбеку больно. Все ультимейты прожимают в Бристалбека. Посмотрите, Бристалбек еще и живет. Бристалбек еще живет. Да, Бристалбек и живет. Что это было? Все ультимейты прошли именно в него. Еще и от ультимейта живет. Мирана упридевает. Да, друзья. Это не очень круто. У Дирокоптера есть МКБ. Он буквально за минут 5 наформил себе это самое МКБ. Здесь тоже скоро появляется у нашего Абадона терраса. Остается только Свиток. И Дирокоптер по-прежнему фармит свои стаки. Есть Рошан, которого тоже можно еще и забрать. Все, Дирокоптеру можно уже, мне кажется, ничего не собирать. Он все равно выиграет. Вот так вот помырил Бэйн над ним. Затянув на хиграунд. Ну все. Пошутил Бэйн и хватит. Скинул его обратно. А Тинтер по-прежнему фарми, друзья. Так, ну Дирокоптер. Сейчас, наверное, будут... А, вот, в лесу есть Варлок. Есть у нас Абадон. Не надо принимать. Ох, как Варлок спрятался. Ну Абадон. Абадону такого не простял. Сразу же нормальный ему ХП. Сразу же срубил Дирокоптер половину. Стопит, стопит. Бэйн. Отличный стоп. Ультимейт. И Абадон лежать. Абадон у нас лежит. У Магнуса тоже где-то опрокинули. У Зевса нет ультимейта. Но скоро есть рефреш. Рефреш, конечно, будет не скоро. Через 1600 голда. У Арлока Мека ультимейт второго левела. У Винам Мансера также ничего не изменилось. Ну, ребята хотят, наверное, забрать Рошана. А Бэйн Тыкает зовет своих собратьев. Ну, здесь террасу, наверное, фармит тоже Бристалл Бэк. Одевается в жир. Которого вообще не могут почему-то забрать. Очень тяжко его, в принципе, вообще забирать. Ну все, Дирокоптер фармит. Есть слот, куда положить Эйдис. Пять секунд. Останьте к Арашанчику. Все. Зевс пропалил. Команда, естественно, не пойдет. Нет, команда не пойдет. Все, забирает. Забирает Эйдис. Неплохо Госса нафармил. Так, у Мирана по-прежнему пока что. А, вот, диффуза есть. Осталось только принести. Мне кажется, сейчас Мирана себе принесет диффуза. И... Ребята пойдут. Уже. Убивать. Лучше бы, конечно, с диффузами подраться. Киндер. Мираночка, Мираночка, несет себе уже рецепт. Все. Варлок в данной ситуации бесполезен. У него нет аганима. Это значит, у него один Варлок. И этот самый Варлок сразу же у него пропадет. Все, у Варлока нет ультимейта. Главное, Мираночка не ставит Вене сейчас позади, чтобы сразу забрать его. Драк и без голема. Это получается один ультимейт Веника и одно РП. Если Бэйн сейчас, естественно, Веника накидывает в ультимейт, то тут все. Я больше... Вот мне... Все. А с одним РП команда не сможет драться. Команду сразу растаскают. Да, тут еще и у такой Варди команда поставила. Видно. Троих игроков. Еще и Зевс светится, бегает. Ну, надо заходить на хайграунд. Еще и топ пропушил Тинкер. Отлично делает в этой игре. Все, пайпуха и заход. Заход, друзья. На хайграунд сносить Т3. Сейчас команда будет ждать Магнуса врыв. Главное, Миране как-нибудь не попасть. Под этот самый. Ох, Мираночка. Мирана умирает сразу же. Так что будут големы, друзья. Будут големы врыв. Ультимейт. А гирокоптеры разогревают уже команду. Минус 3. Минус 3 на 2. Зевс падает. Интересно. Тинкер живет. Тинкер живет. Тинкер с одним гирокоптером. Тинкеру надо улететь. И прилететь обратно уже флловом. Потому что байбэк делает у нас абадон. В 1000 голды и 6700 опыта. Плюс еще байбэк. Здесь, конечно, по голды очень много. Команда перевалила в целых 2 раза по опыту. 92 тысячи. У команды Рифджи и 57 у команды КТА. Это не очень круто. Тут уже, в принципе, гуд гейм. Здесь есть Тинкер, который не стал апать себе догон. Собрал себе хекс. Для какого-нибудь Магнуса, который влетает на дайдере и на реакцию его ловит. Минус. Сразу же минус. Тут Бэйн еще варит себе агоним. Похоже. Либо это будет БКБ. 2700. 2700 гирокоптера. И команда опять идет уже по миду. Появляется грипп у Бэйна. Есть ультимейт у Мираны. Также 8 бездарядов диффузов. 1700 голда у нашего Бристалбека. И Тинтер пушит бот. Толкает, толкает. Его 3 уровня догон. Это уже интересно. Все. Последний барак остается. Барак Милишников. Который сейчас уже тоже упадет. Дорошана 5 минут. Надо реализовать. Ай. Сюда упал. Здесь Сатаник. Посмотрите. Сатаник у гирокоптера. Здесь ему уже явно. Никто его не убьет. Если только и Станов вообще не выпустят. Ну и ребята сейчас будут сносить бот. Который тоже упадет за считанные секунды. Магнус ворвался. Все отошли от РП. Очень прикольно. Приходится Магнусу просто уходить. Не получает Аруф. Еще и минус Девс. В Хигсе. И бот надо сносить. Ребята, это Гуддейм. Все. Команда уже не потащит. У Абадона терраса. БКБ. Пятисекундная. Тинкер, который... В котором даже летать уже не надо на респаун. Он просто сильно бьет. Догон 4-го левела. Тут еще ребята пушат топ. 332 крипа у гирокоптера. 6500 голды на руках. Фулл закоп. Ну правда 5 слотов. И если Адаст Дем, то может еще и фулл 6 слотов себе сделать. Все. Прошел ультимейт. Надо Абадона принимать. Зевс ультанул и... Дал минус. Минус БН. И принимает. Принимает Абадона. Нету РП. Нету... У Зевса ультимейта. Т4. Первая вышка падает. Отыграла в принципе команда... 3600 золота. И почти 10 тысяч опыта. Но большой роли не играет. Двух сторон нету. Здесь нету вышки Т3. Три. Все. Команда отлично отыграла. На ура. В плюс. Так что последняя вышка Т4. Ну и трон будет уже падать. Веник упал. Гирокоптер забрал веника. Прямо на респауне. Все. Падает трон. Гирокоптер даже фонтан почти ничего не сносит. Он заходит смело под фонтан. Все. Опять минус 5. И трон сносят. 10 тысяч голды. У гирокоптера. Это гуд гейм. Это просто гуд гейм. Команда. Рив-Джи. Выигрывает над командой КТА. С вами был Влад. Всех с наступающим Новым Годом. Всем пока. Редактор субтитров А.